Жизнь на полной мощности. Управление энергией – ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью. Джим Лоэр, Тони Шварц. Часть первая. Движущие силы полной мощности. Глава первая. На полной мощности. Самый драгоценный ресурс – это энергия, а не время. Мы живем в цифровом веке. Мы мчимся на полной скорости. Наши ритмы ускоряются. Наши дни нарезаны на байты и биты. Мы предпочитаем широту, глубине и быструю реакцию обдуманным решением. Мы скользим по поверхности, попадая в десятки мест на несколько минут, но нигде не задерживаясь надолго. Мы летим по жизни, не делая пауз на размышления о том, кем на самом деле хотим стать. Мы на связи, но мы отключены. Большинство из нас просто стараются сделать все, что в их силах. Когда требования превышают наши возможности, мы принимаем решения, которые помогают пробиться через паутину проблем, но пожирают наше время. Мы мало спим, едим на ходу, подстегиваем себя кофеином и успокаиваем алкоголем и снотворным. Сталкиваясь с неслабевающими требованиями на работе, мы становимся раздражительными. Наше внимание легко рассеивается. После долгого рабочего дня мы возвращаемся домой полностью вымотанными и воспринимаем семью не как источник радости и восстановления, а как очередную проблему. Мы окружили себя ежедневниками и списками задач, наладонниками и смартфонами, системами мгновенных сообщений и напоминалками в компьютерах. Мы полагаем, что это должно помочь нам лучше управлять своим временем. Мы гордимся умением делать несколько дел сразу, а готовность работать от рассвета до заката демонстрируем повсюду как медаль за храбрость. Термин «24 часа 7 дней в неделю» описывает мир, в котором работа не кончается никогда. Мы используем слова «одержимость», «сумасшествие» не для того, чтобы описать безумие, а для того, чтобы рассказать о прошедшем рабочем дне. Чувствуя, что времени хватать не будет уже никогда, мы стараемся утрамбовать как можно больше дел в каждый день. Но даже самое эффективное управление временем не гарантирует, что у нас будет достаточно энергии на то, чтобы сделать все запланированное. Вам знакомы такие ситуации? Вы присутствуете на важном четырехчасовом совещании, на котором не тратится впустую ни секунды, но последние два часа остаток своих сил вы тратите только на бесплодные попытки сосредоточиться. Вы тщательно распланировали все 12 часов предстоящего рабочего дня, но к его середине полностью растеряли энергию и стали нетерпеливы и раздражительны. Вы собираетесь провести вечер с детьми, но настолько отвлечены мыслями о работе, что не можете понять, чего они от вас хотят. Вы, конечно же, помните о годовщине вашей свадьбы, об этом вам сегодня днем напомнил компьютер. Но купить букет вы забыли, а выйти из дома отпраздновать у вас уже нет сил. Энергия, а не время. Вот главная валюта высокой эффективности. Эта мысль перевернула наше понимание того, что является движущей силой высокой эффективности в течение продолжительного времени. Она привела наших клиентов к пересмотру принципов управления собственной жизнью, как личной, так и профессиональной. Все, что мы делаем, от прогулки с детьми до общения с коллегами и принятия важнейших решений, требует энергии. Это кажется очевидным, но именно об этом мы чаще всего и забываем. Не имея нужного количества, качества и фокусировки энергии, мы подвергаем опасности любое дело, за которое беремся. Каждая из наших мыслей или эмоций имеет энергетические последствия, к худшему или к лучшему. Окончательная оценка нашей жизни ставится не по количеству времени, проведенного нами на этой планете, а на основании энергии, инвестированной нами в это время. Основная идея этой аудиокниги достаточно проста. Эффективность, здоровье и счастье основаны на умелом управлении энергией. Конечно, существуют плохие боссы, ядовитая рабочая атмосфера, сложные отношения и жизненные кризисы. Однако мы можем контролировать свою энергию намного полнее и глубже, чем представляем. Число часов в сутках неизменно, но количество и качество доступной нам энергии зависит от нас. И это самый ценный наш ресурс.